Спасибо. Вчера мы были в эфире как раз в прямом, да, значит, и так получилось тоже без там специальной подготовки, да, значит, но так хорошо прозвучала как раз тоже мысль, ну, и о создании всего мира, да, значит, до последних временах, хотя изначально как бы тема обозначена была «Благодатью я спасен», да, значит, я как раз и местописание, братья чуть-чуть содержались чуть-чуть, а я начал уже языки сам читать как раз. Поста нефесянам, вот, значит, и слава Богу, и как раз братья тут же сошли, вот, значит, присоединились, а потом походу родилась еще, еще и тема, вот, мне очень понравилось вот вчерашнее рассуждение такое, и знаете, вот, действительно, я хочу снова прочесть это слово, хочу это слово, знаете, вот, не просто на глядке своего сердца, да, своего разума, так, чуть-чуть, просто, знаете, вот. Парочка семян. Хочу такую жмейну, как говорят, так? Аллилуйя! Короче, опа, много просить хочу. Да, и поливать хочу это все, и пусть оно прорастет. Итак, подражайте Богу, ну, читали мы Изи 50, начало самое, а это уже пятая глава, но она, как бы, она очень, как сказать, кульминационная, так можно выразиться. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви. И вот это вот, и живите в любви, вот, знаете, вот, просто оно, и вчера после чтения братья уже уехали, уже тоже молился тоже, и, в общем-то, вот, это местописание как раз из Ефесян, оживало, оживало. И сегодня тоже, я думаю, самое главное, что хочу донести, вот, как раз, тоже, я же прошу, как любой проповедник, конечно, прошу, конечно, тоже, чтобы Господь дал слово для людей вот на этот час, на это время, вот, именно, ну, актуальное. Мало ли, может, мне кажется, допустим, одно слово актуальное, или другое, допустим, слово актуальное сейчас, да? Да, Бог-то видит все, Он знает сердца наши, Он знает вообще, ну, нашу поднагодную, наше естество само. Нас еще не было на этой земле, Он уже был, вот, нас в помине еще не было. Помните, что Он говорил Еремии, да, пророку? Бог, когда Его призвал к служению, Тот был еще молодым совершенно человеком, вот, и, как бы, юношей, и, в общем-то, конечно, Он... Ну, как, стеснялся своего вообще возраста такого, значит, там, и, ну, мы точно не знаем, сколько ему было лет, там есть разные предположения. Одни пишут даже, там, понимаете, вот, еврейские исследователи, что еще не было даже Бармитцева даже, ну, даже так. Другие пишут, то есть, еще до 13 лет еще. Другие пишут, что уже после Бармитцева, но он, как бы, то есть, уже 13 ему исполнилось, но он переживал, как это он будет, вот, говорить людям. То есть, разные из версий, сколько ему было лет. Но мы можем предполагать, что он очень стеснялся этого. И вот, что интересно, Бог ему сказал, не бойся, говорит, не бойся, вот, что я скажу, ты будешь говорить. И он сказал ему, что прежде, чем я вот образовал тебя в утробе твоей матери, то есть, представляете, прежде даже, чем мама его даже, она узнала, что она беременна или нет, значит, да, значит, она еще не знала. Вот, а Бог уже, говорит, я уже узнал, я знал тебя. И прежде, чем ты вышел из утроба твоей матери, он говорит, Бог ему дальше говорит, я осветил тебя, то есть, отделил для себя, да, для этой миссии определенной, на доброе дело, которое он поверил исполнить, и пророком для народов поставил тебя. Представляете, то есть, раньше же не было УЗИ, да, значит, и мама его, она не знала, значит, до последнего, кто родится, да, ну, могла предлагать, там, как говорят, там, живот, там, так, или сяк, там, огурчиком, там, или как оно еще. Хотя, на самом деле, бывает так, что, по всем приметам, мальчик родился девочкой, и бывает, наоборот, здесь, да, слава Богу, и вот, и тоже, там, не было, что, проверки, какой-то, ГУЗИ, вот, поэтому, до последнего, он не знал, кто родился, мальчик или девочка. Вот, представьте, а Бог знал не просто угадал, ну, 50-50, девочка или мальчик, вот, а действительно, он знал, кто родился, что это будет Иеремия, и что он отделил его на служение. Я, как вот, и все вы, собравшиеся, да, я свое, будем так говорить, такое ранее не помню развитие. То есть, я не помню внутривидробное свое бытие, как бы, значит, да, Бог стирает это с памяти нашей, и слава Богу, наверное, с этим было бы трудно жить, наверное, было бы, знаете ли, значит, мы даже не первые месяцы после рождения, мы не помним, не осознаем. Потом разум пробуждается, уже у кого-то раньше, у кого-то позже, там, первый год, второй год, третий год, пятый год, бывает. У всех по-разному совершенно очень индивидуально все, от многого зависит. Вот, но что интересно, значит, вот то, что было прежде, оно все вытирается. То есть, память такая, она, как бы, фиксирует, потом Бог это все стирает. Нет, это тебе не надо, тебе с этим будет трудно жить потом, значит, и вот, но в душе что-то откладывается, что-то в осознании откладывается. И представьте, еще мы были в утробах наших матерей, да, даже еще отмотаем еще раньше, еще, еще до зачатия, еще до того, как наши отцы захотели наших матерей. Значит, да, значит, еще до того момента отмотать. Бог уже знал нас. И это прекрасно. Там разные христианские учителя, даже там такие, как Оригин, там, другие там, мудрецы древности, они даже там доктрину развивали о предсуществовании душ вообще, о предбытии. Оригин утверждал, что он даже помнил, что у него было до проявления на этой земле бытие. Ну, неизвестно, короче, значит, что за Оригин, там, как бы, что он себе представлял. Но, по крайней мере, я понимаю, что, действительно, я тоже был сотворен Богом, как и вы. Вот, значит, и в утробах наших матерей наша вот эта плоть, да, она была саткана, написано. Там, интересно, там буквально вот в псалмах говорится, что Бог как будто бы вот действительно ткал нас. Он создавал нас, каждого из нас. Вот, и мы развивались, мы рождались. И вот еще там Бог нас уже любил, каждого из нас, знал нас. Спасибо, Господь, спасибо за милость. И знаете, есть вот в этом выражении, в этом прочтенном, там написано «чадо возлюбленные». То, что родились мы от наших мам и пап, значит, мы в разных семьях родились, очень разных, очень непохожих друг на друга. И вот отец Алексей тоже говорил сегодня, что, значит, что тоже кому как, допустим, повезло, да, значит, здесь уже мы не могли, там, ну, как сказать, выбрать, да, где родиться, допустим, ты мог бы родиться в Африке, где-то, допустим, в каком-то племени. И Бегл бы, значит, знаете, и думал, что все так, вот пастор Кедри, пастор Кедри Бадам рассказывал о своем детстве. Он говорит, я, говорит, до скотки, до 10 лет, или до 11 лет, вообще не знал, что такое обувь вообще. Даже не знал, что такое обувь бывает. Молодец. Счастливым человеком. Да, он жил в племени, где у кого-то не было обуви, во-первых, значит, и все нормально себя чувствовали, значит. Во-вторых, значит, я, говорит, а, ну, у меня подошва была такая, корка такая была, значит, подошва, как вот, я любой кроссовок отдыхаю, вот. Даже на шип, если наступал, шип ломался, значит, уйдет. То есть, да, он с детства бегал, значит, бегал, значит, бегали мы много, бегали надо и не надо бегали, потому что, если не бегаешь там в Африке, тебя, говорит, съедят, значит, поймают, убьют или что-то еще. То есть, вот как только он на ноги встал, сразу побежал, короче. И, говорит, у нас не было мячика даже, значит, они любили пинать. Вот у них вместо мячика было, ну, что, апельсин, значит, и там что-то еще. И вот, значит, и когда он, значит, уже повзрослел, значит, там, там, собрали денежку какую-то, что-то еще. Вот, как-то он уже в село побольше поехал уже, вот, значит, там уже в люди пошел как-то учиться, значит, там, значит, за ум взялся, значит, там все, и ему там увидел обувь, значит, ему там какие-то штеблеты там выделили, чтобы штеблет одеть, ему надо было ноги ему начать привести в порядок, значит, там все, и парить, и состригать, и подушку, значит, снимать только, значит, там тоже, потому что в обувь трудно было войти, то есть, вот, и он рассказывал, что... Да, 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 ну, там не только, там все сразу, вот, и он, вот, представьте, Генри, да, сейчас посмотрим, он живет в Украине, у него белая жена, значит, да, значит, в Украине, значит, он, значит, там, хорошая дорогая машина, значит, да, у него-то эскалада, значит, да, подъезжает, походит, там, великом костюмчике, посмотришь, вау, вот это да, не подумай, что он раньше апельсин и пенал, и бегала всяких тварей, значит, у себя в племени, представляете, значит, то есть, как бы, вот, но судьбы разные, да, а Бог, я так понимаю, что он, он еще жил там у себя, там, в племени, гонял, пенал из апельсина, а Бог его видел уже в Украине, значит, на эскаладе, значит, и в большой церкви, значит, большое здание, там, тысячная церковь, как, и белая жена, у них там, где он жил, белых вообще не было никого, даже не заезжали белым туда, он думал, весь мир черный, понимаете, потом, когда уже в большом, уже был в селе, он увидел первых миссионеров белых, для него было дикостью вообще, он слышал, что есть какие-то белые люди, вот, ну вот, вот так вот, понимаете, значит, и Господь дал нам чудо, не только родиться от наших мам и пап, но дал нам чудо духовного рождения свыше, еще родиться от него новым духовным рождением, и знаете, что, если земные родители, да, допустим, по-разному относятся к своим детям, да, ой, конечно, любой отец, любая мать, какое-то чувство имеет к своему ребенку, да, но бывает такое, что отторжение, бывает такое, что пренебряжение, да, бывает дитё, ребенок растет и нелюбимый, да, бывает больше, меньше любимый, бывает любимчик, но даже если ты был в семье любимчиком из любимчиков вообще, да, все равно, когда Бог рождает свыше, ни с чем не сравнится вот то переживание, потому что Бог, Он любит, и действительно не просто всех, а тебя лично, тебя, каждого из нас лично, и вот как, мне понравился пример, да, вот если там стадион, там много людей, да, вот сто тысяч, представьте, шутки ли, там гипнотизм толпы, вы знаете, там, когда все встают, там, хочешь не хочешь, тебя толпа побилит просто вообще, знаете ли, а если этот президент, да, он обращается лично к тебе, или к солдату, например, или к солдату, да, да, вот, и лично ты должен, да, можно? Конечно, 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 да, вот вы сказали лично, ну, это, я, да, персонально, 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 да, персонально, так проще, я, что вы хотите сказать, Владимир Иванович, чтобы, пожалуйста, сюда, что персонально, станьте, 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 да, не, 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 я сказал, что эту молитву, молитву, я думал, мы, надо будет еще произнести при церкви, чтобы люди, потому что Бог сказал, кто исповедует меня перед людьми, да, я тоже исповедую перед ангелами, перед ангелами, да, перед ангелами Божьими, да, и надо, надо, надо во всей свит заявить, что я христианин, да, Владимир Иванович, да, Владимир Иванович, да, вот, да, слава Богу, и отец Алексей, значит, вместе молились, они, значит, в машине, да, молитвы покаяния, две недели, да, как я принял Иисуса Христа, вот до этого, я вам скажу, я только верил в Бога и в Вам, два у меня, ну, две святые книги, да, я бы понял, что, мы с Иисусом Христа, и с Иванович говорим, Духа, я не знаю, я знаю, что такое душа, есть душа, даже вот душа у меня, радуюсь, когда, кому, детям хорошо, и радуюсь, когда врагу плохо, а нельзя, а нельзя, радуюсь и тому, и тому, а нельзя жить и радуюсь, я знаю, что, да, Бог дал разумение, что нет, да, да, вот, так что, да, радуюсь, да, доброе, доброе, Владимир Иванович, да, давайте встанем, помолимся, всему Богу, да, просто не мне, не нам, а Бог просто, но мы свидетели сейчас, да, да, мы свидетели, да, отец Небесный, Бог всемогущий и святой, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе в этой молитве, я верую, что Иисус Христос, Сын Бога Живого, был распят на Голгофском Христе за мои грехи и за грехи всего человечества. Я каюсь у всех своих грехов. Прости меня, Боже, и помилуй, Иисус, будь моим Господом и моим Спасителем. Я свою жизнь отдаю Твои святые руки. Руководи Ею, Отец и Бестный, Духом Своим святым, наполни меня и очисти меня. Благодарю Тебя, Боже, что я Твое дитя, что Ты принял меня в Твою семью. Слава Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аллю. 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 Аминь. Аллю. Слава Богу, Spot. Слава Богу, не Господь, не Господь, не Господь. Аминь, они издали, кто-то радуется! У нас издали, у нас. Я могу вам сказать, что мне осталось 4-5 месяцев. Я разрушаю. Я могу сказать так. Я знаю, что я умру через 3-4 минут. Я знаю. Но вот что дело. Я не боюсь смерть. Ты умер уже для смерти. Я уже умер. Ты уже умер для смерти. Уже для Бога живешь. С манюхой спимся туда. Я разрушаю. Я разрушаю всякое негативное. Злово сраженным в твоей жизни. Слово сраженным в твоей жизни. Я не боюсь смерти. 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 Ты уже умер. Волна не обойдет. Ты все умер. Ты пока наполняйся Богом. Насыщайся. А потом помочь. Бог решает. Да. Ну знаете, действительно. Слава Богу, что Господь. Он приходит на нашу жизнь. Отменяет всякие приговоры. Если бы Бог не пришел в мою судьбу. Вот я говорю, что не ворвался в нее. То я давно тоже с ним могили бы уже. Понимаете ли. Мне было еще 13 лет еще неполных. Все. Врачи уже не могли ничего сделать. Все. Обы легких отекли наступила смерть. Все. Как бы. Маме, папе. Моим. Тогда родители. Врачи могли одно сказать, что. Ну если бы чуть раньше похватили что-то. Пневмония и двусторонние. А то может быть. Ну как бы. Спасли бы. Но уже поздно все. Наступила. Констатировали смерть. Потому что обы легких отекли. Вот как бы. Понимаете ли. Вот значит. Но когда я. Зашел снова в свое тело. Заходил. Ну. Быв пред Богом. Значит. Давно обратившись с Нему. Понимаете ли. Пережил обращение к Богу в своей жизни. Вот. Когда. Зашел внутрь. В себя самого. Снова. Зашел в себя. Понимаете ли. Значит. Не только я. Ну. Жил. Да. И в армии там. И потом делали там. Когда снимки. Говорили. Оба легких от них. Действительно. Как вы дышите вообще. Ну. Пораженные. Но самое интересное. Я дышу. Все эти люди. Вообще. И. Не жалуюсь. 48. 49. И вы. Бабай уже. Бабай уже. Бабай уже. Бабай уже. Ну. Слава Богу. Да. Понимаете ли. Жизнь человека. Она не зависит. Не от избытка его имения. Там. Не от его там. 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 Ну. От много всего. Я знал людей. Которые. Казалось бы. Большие шкафы. Громко падают. Понимаете ли. А другой. Вроде так. Ни еда. Ни величие. У нас девушка им было. До 100 лет. Фактически. Понимаете ли. Бог не смотрит. Приговоры врачей. Это. Это. Как бы. Одни. Приговоры. И. Потому что. Не боитесь. Смерть. Это. Враг. Это. Враг. Недоцененный враг. Очень опасный. Противник. Смерть. Враг. И. Дело не то. Что. Против вас. Воюет смерть. И. Против меня. И. Против всех. Войюет. Но. Наша. Брань. Не против. Плоти или крови. Она. Брань. Наша. Против. Духов. Злово. Поднебесное. Аминь. И. Когда. Допустим. Я. Молюсь. Во имя. Господь. Во имя. Иисуса Христа. Я. Воюю. Я. Он. Серьезно. Множество. Душ. Дела. Дьявол. Они очень видны. Вот. Когда. Читаешь. Библию. Особенно. Вникаешь. Слово. Божье. Не надо. Далеко ходить. Они. Везде. У. 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 На самом деле, слова наши, да, они имеют силу, ну, хотя, понимаете, даже если они и кажутся бессильными, но мы, люди, даже порой не понимаем, что говорим, понимаете, Иисус, Он, в общем-то, как бы это тоже имел в виду всегда, что люди порой и говорят, и делают то, что они не понимают просто-напросто, и Он говорил прости просто им, понимаете, этим людям. Вот, и Бог сегодня, Он и прощает нас, и благоставляет, и освящает во всем, и Он хочет, чтобы наши слова, чтобы были Его словами, чтобы на огороде нашего сердца, нашего разума, нашей жизни, чтобы хорошие семена произрастали. Вот эти семена, Слово Божье, да, что вот читалось из Библии, да, Божье Слово, мы бросаем вот такими, аж мы, да, эти, значит, вот, семена, поливаем их молитвами, и они произрастают в наших судьбах, в нашем служении. Пусть и в вашей судьбе обильно Божье Слово произрастет, и пройдут годы, и вы скажете со стороны уже прошедших лет, скажете, слава тебе, Господь, ты долготой не насытил меня, и явил мне спасение Твое. И, знаете, потому как Бог, спасая нас, Он не только нас имеет в виду, еще, а еще и многих людей вокруг нас. Потому что, Владимир Иванович, может быть, через вас Бог хочет кого-то спасти еще, возле вас, кто, может быть, или вы кого любите, цените, или, может быть, вы полюбите, оцените потом, в дальнейшем, или за кого будете молиться, допустим, дальше. Был случай, я помню, вот здесь вот, недалеко живет Гарик Степанович, он еще, ты как раз рассказывал мне, на из-нахотовском спуске как раз он живет, рассказывал мне интересную вещь такую, значит, что он занимался как раз, а, молились, он сам бывший наркоман с многолетним стажем, там божьем заследить у него стажа героиню, он советский наркоман, то есть их официального состава не было вообще. То есть он из таких элитных был, там все дети только секретарей окомов, райкомов, там артисты всякие заслуженные народные, то есть, ну, такие богемы такая советская, такая элита. И, как бы, героин доставали, вот они вот, как бы, ну, у них деньги были всегда, там все, там, родители такие вот, все высокопоставленные такие, в горкоме, в райкоме, там, в коме, и, значит, и, понимаете, значит, в кровкоме всяком, значит, и вот, и, вот, его жизнь такая была, вот, что, значит, элитных наркоманов, тем более в СССР официальных не было вообще. То есть, вроде и были, вроде и не было. Ну, все знали, что, ну, что они есть, но, как бы, их, их нету, их там нету, внимательно. Вот, значит, и, интересно, как у нас художники, допустим, у нас учителя, в училище художественном, к сожалению, многие были уже тогда в СССР, пожалуйста, годы перестройки, но наркоманили. Вот, хотя официально у нас не было наркомании вообще, у нас и гомосоциализма официально не было, но там у нас почти все они были такие товарищи, к сожалению. Ну, опять-таки, У нас и секс-то не было. И все, как бы, да, окно недобрознай, рождались мы вообще-то, да, ну, вообще-то официально. То есть, много чего, как бы, не было, вроде, да, значит, но оно, как бы, из-за того, что, как бы, мы это закрываем, да, это не значит, что этого не было вообще. Вот, но что интересно, такая вещь, Гарик Степанович рассказывал, что Бог его спас, как раз в 90-е годы были, просто по благодати вообще спас, и он еще весь в этих вот, ну, своих там еще, не перестроен еще, как бы, до разума, но начал уже служить людям другим, стал другим, служит молиться за людей, вот, значит, и их тоже пастор Генри, Сен-Дейтон, другие там пастори, значит, когда, значит, и он ходил, молился за людей, там, за освобождение тоже нагуманов, алкогольников, и там пришла одна женщина, значит, лысая, ничего нет у нее, там, значит, она пришла как тень, просто-напросто, и помогли ей зайти, потому что вот она вот сама даже не так, с трудом передвигалась. Она, значит, уже была приговорена врачами, значит, после очередной, вот, это, там, уже, химии, все, значит, рак уседал, изнутри, медостаза, там, все, значит, она, как наручить, делилась, и Бог знает только, вот, она пришла умолять их молиться за мужа, представляете, сама она себе, что я уже все, вот, уже, не жилеть уже, там, какие-то еще три, остались месяцы, но, говорит, муж остается, муж здоровый, значит, и дети, но, говорит, я боюсь, что если я умру сейчас, то муж во все тяжкие, значит, он и так, ну, а здесь еще хуже, значит, и еще у нее, там, это, алкогольный, что-то, ну, вот, и, как бы, и вот, и она за него пришла просить, А, это, значит, Гарик Степанович рассказывает, а я, говорит, нет, вы будете, во-первых, мы за вас помолимся сейчас, вы будете жить, да я, нет, я уже все, это уже, нет, уже, она все убеждала их, значит, и его, значит, и других братьев, что все, на ней уже крест поставлен, в плохом смысле слова, ну, вот, а Гарик Степанович убедил ее, что Бог поставил крест на ней в хорошем смысле этого слова, что, крест Иисуса Христа, да, да, значит, одни словом молились, и эта женщина, она получила исцеление, самое интересное, муж, но потом тоже получил освобождение, в репцентре был, значит, но очень тяжко на нее шло, а она, как-то, быстро как-то, какое-то время прошло, а уже волосики у нее, отрасли, значит, она уже, как-то, румянец появился, а то была страшная, вот, значит, и вот, то есть, она уже стала похожа на человека, через какое-то время, а прошло еще немного времени, он уже, может, выходил, уже сам этот Гарик Степанович показывал вот эти документы, вот, даже, она взяла, что врачи там разводят руками, вот, такой вот, ну, очевидно, ну, невероятно, короче, не может быть такого, ну, вот, куда-то все пропало вообще, куда-то все исчезло, может, химия так подействовала, я говорю, какая химия, химия ее приговорила, уже все, к могиле уже, ну, вот, и что бы ни было бы, жалите в любви, когда сила любви, я говорю, это самая сильная сила на земле, самая великая сила, все остальное покорно этой силе, самая великая сила, сила любви, в этой силе есть все, и исцеление, и прощение, и освобождение, благословение, обогащение, все, что хочешь в этом есть, и любовь в этом мире не в том даже, что мы возлюбили Бога, это тоже любовь, это тоже хорошо, но в том, что Он возлюбил нас, вот это вот самое основное, то есть, мы должны понять источник этой любви, что не просто, даже мы сами по себе, не просто, что мы изнутри что-то имеем, а это то, что имеем, это дар от Бога, и что Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам служение примирения, Бог во Христе простил вас, Владимир Иванович, и вы молились еще пару недель назад, значит, да, Он видит ваше сердце, да, значит, то, что Бога не отрицали, это хорошо, и то, что маму уважали, это хорошо, но важно, что именно действительно познавать Бога живого, и так, как сказано в Писании, дружить обязательно с отцом Алексеем, дальше он, как буксирующим, поведет еще, расскажет много, покажет, вот, в Слове Божьем, а вообще, конечно, самое большое наставление любить Бога и любить окружающих, и вот пребывать в этой любви, читая Слово Божье, потому что, когда мы читаем именно в Боге, глазами любви, Слово Божье, оно читается правильно, когда без любви читаем Слово Божье, оно читается неправильно, ну, как пример, да, вот, стакан наполовину пустой, да, или наполовину полный, знаете, вот, говорят, тест такой, да, вот, оптимист-пессимист, вот, когда без любви, тогда во всей Библии он наполовину, она пустая, когда в любви наполовину полная уже, совсем другой взгляд, допустим, вот, ну, какой пример, вот, все тайное становится явным, да, когда без любви читаешь, то тогда кажется, ой, все плохое, оно дурное всплывет вообще, значит, и позорище будет такое, что нереха не берешься, вот, значит, знаете ли, пятого ула будем искать, значит, и найдется, значит, а когда в любви читаешь, сладко, аллилуйя, спасибо, Господь, все, оно будет явным, вообще, и отец, видишь, и тайн возраст, явно, да, когда без любви читаешь, что, допустим, написано, вот, о хлебопреломлении, причастие в Евхаристии, да, написано, что, что не рассуждает о теле Господне, потому, вот, немало, вот, ну, не болеют, значит, да, и немало умирают, о, без любви кажется, о, кошмар, потому что я же причащусь и ж помру, ну, или, минимум, заболею, значит, пишет, я буду рассуждать, но как рассуждать вообще, когда в любви читаешь, это же местописание, оно совсем по-другому светится, что Павел пишет из сострадания как раз к общине, не осуждая общину, знаете ли, а из сострадания, что да, немало болеют и умирают даже люди, и все почему, потому что не рассуждает о теле Господне, ведь могли быть такие благословения в вашей жизни, а вы, они проходят мимо, как сквозь пальцы, вы не рассуждаете об этом, и теряете это благословение, которое могли бы иметь вообще, община могла бы иметь это, коринфская, вот, и действительно, то есть, а как правильно рассуждать, опять-таки, в Библии сама и открывает нам о правильном рассуждении, что Христос вам предал за грехи наши, что и ранами его мы исцелены, что не только кровью Христа наши грехи были пригвождены, все те, что были в жизни вашей, ну, в жизни каждого из нас, да, есть, или будут еще даже, это все Бог через веру, это все активизируется в вашей жизни, пригвоздил ко Кресту Иисуса Христа, и ранами его, ранами Иисуса Христа я исцелен. Ах, получается, что Бог во Христе простил меня, Он исцелил меня, и даже если сейчас я чувствую осуждение, даже если сейчас мне, знаете ли, совесть, ну, я понимаю, что неправ был в том, в том, в том, знаете ли, как эти дни тоже подоставал меня так, враг доставал мыслями родими, вот, потому что мы молимся о детях, и здесь тоже, вот, все, и так нам было, то есть, и то, и то, и то, как плохой отец такой, понимаете ли, но тут же встаю на стражу, разумно, и говорю, нет, я прощен во имя Господне, я живу в прощении, нет никакого осуждения тем, которым во Христе Иисусе, вне Христа сплошное осуждение, во Христе все, это моя башня, во Христе нет никакого осуждения, абсолютно, я и сам себя не сушу, судья не такой Бог, все, а он меня простил во Христе однозначно, все, оправдал, и исцеление, даже если симптомы, тоже, ну, там, если свидетельство того, что свидетельство, там, на протяжении этого месяца несколько раз были вот такие симптомы такие, что не приведи Господь уже, и, значит, и, знаете ли, и порой думал, что уже на служение не придут, вот, значит, все, преломляю хлеб, и говорю, я каждый день спешал это Хрего Преломление, значит,ại cable, или, значит, рассуждая, порой даже не раз в день, это было очень тяжело, там, не знаю, 3-4 раза в день просто вот, я просто преломлюсь, ночью порой вставал, значит, просто домой моля хлеб, значит, там, и рассуждая, молюсь, поры, там, грузили словашку, плюда, значит, сок, туда и всю ночь сижу, значит, там, и преломлю, молюсь, преломлю, молюсь, вот, и понимаю, что рассуждая о цели Господне, Что ранами Иисуса Христа Видимо, когда мы едим, лучше доходят, наверное Знаете ли Я так тоже стал понимать Когда жуем и запеваем Лучше как-то усваивается Как-то, наверное Мне помогло это Многие вещи усвоить Что значит, что действительно Ранами Христа я исцелен И ранами Христа я прощен И освобожден Не просто когда-то буду освобожден А уже сейчас Уже сейчас Уже, да, вот как мне понравилось Вольвовую проповедовала Там, значит, там Семья Надия Рыба, при фамилии, Рыба Михайло и Надия Рыба Вот Надия, она Его жена, она как учитель Очень хороший Он такой проповедник, такой молитвенник Она вот как учитель, разжевывается И черт, вот все очень так вот разжевывает На самом деле, все понятно Знаете, да, учителя, когда он все Разъясняет И все понятно Вообще И все ясно Как божий день Разжевывает Просто глотает Все, просто поднимает Все Вот У нее такой дар учителя Такой, очень классный Этот дар Мне понравился И у нее такая мова красивая Такая укуренская Раслушаешься Как будто поет песню Так интересно Слушать ее И вот Надия Она Тоже доска Она там рисовала Что-то И говорит Вже 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 Она вот это все Запомнилась мне Из ее Пробоведения Учения Вже Она говорит У меня как будто Ужарила Прямо Вже Как будто прям Откуда ты Я понял Что действительно Должно дойти Должно дойти До человека Каким-то образом Что уже сейчас Прощен Уже сейчас Не просто Когда-то Исцелен Уже сейчас Я освобожден Уже сейчас Не когда-то там буду Или еще что-то Нет Уже сейчас Благоставлен Вопрос Вся проблема Но она В разуме Война Война Придет Это как Достоевский писал Что Бог и дьявол Будут сражения А поле брани Сердце человеческое Разум человеческий Поле брани Вся война Здесь Собственно Вот Спасибо Господь Спасибо Господь Спасибо за все Спасибо за милость За благость Твою Боже Благостави нас И пусть действительно Чудо это Совершается преображение И Знаете вот Как вот Имея ум Христов В том числе И причастие Это хребопреломление Принимаю Именно вот Именно рассуждаешь Над тем Что Имею ум Христа Иисуса Его мысли Его переживания Спасибо Господь Спасибо Господь Спасибо Благостави нас Благостави Благостави Святой Благостави Бог Небесный Думать Думать Мыслить Ты Ты Заботливый Отец Ты 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 Мать Отец Ты Все Для нас Ты Наш Родитель И ты Когда Рождаешь Нас Ты Не бросаешь Ты Вообще Ты Действительно Ты Благ И никто Не благ Как только Именно ты И ты Благоставляешь Народ Ты Все Благоставляешь И Добрых И Злых И Тех Кто Знает Тебе И Не Знает И Верующих Неверующих И По Всяк Мо Верующих И Тех Кто Даже Против Тебя Идет Боже Ты Дождь Свою Посылаешь Благоставения И Праведных И Неправедных И Солнце Твое Оно Светит Всем И Добрым Разным Людям Всем Но Господь Ты Хочешь Чтобы Все Люди Спаслись И Достигли Познания Истинности И Ты Для Этого Все Сделал Все Все Условия Необходимы Для Этого Чуда Для Этого Духовного Перерождения Возрождения Свыши Ты Создал Все Необходимое Ты Действительно Отдал Сына Своего Иисуса Христа Чтобы Всякий Верующий В Тебя Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Ибо Так Ты Возлюбил Мир Весь Этот Мир И Я Верую Господи И Уставив Своими И Споведую Что Господь Иисус Христос Во слава Бога Отца В Твоей Славе И Что Иисус Христос В Моем Сердце Бог Вспогущий Впускаю В сердце Своё Больше И Больше Твою Милость Твоего Твою Любовь Пусть Расширяется Сердце Пусть Расширяется Разум Господь Боже Пусть Действительно Обитель Будет Твоя Во Мне Боже Святой И Я В Тебе Ты Во Мне Я Принадлежу Моему Возлюбленному Возлюбленный Мой Принадлежит Мне Они Ледоди Ведоди Ли Я Принадлежу Возлюбленному Возлюбленный Мой Мне Господь Спасибо Тебе За песню Песней За веру Всех Вер Надежду Всех Надежд За Любовь Всей Любви Боже За Самое Совершенное Боже Что Ты Есть В нашей Жизни За Самое Совершенное Во Вселенной Всей Спасибо Господь Благослови Свою Народ Миром Своим Шаломом Своей Любовью И Слова Павла Апостола Кефесянам Они сегодня Боже В наших Судьбах Звучат И пусть Зазвучат Еще Еще Раз Итак Подражайте Богу Как Чадо Возлюбленные И Живите В любви И Живите В любви Как И Христос Возлюбил Нас И Предал Себя За Нас В приношение И Жертву Богу В благоуха Неприятная И Словами Апостола Павла Хочу Помолиться Сейчас Повторить Его слова Его молитву Из 3 Слова Его такие Были Молитвенные Они Пусть Зазвучат Сегодня И Здесь Для сего Преклоняю Камени Моим Предотцом Господа Нашего Иисуса Христа От Которого Именуется Всякое Отечество На Небесах И На Земле Додаст Вам По Богатству Славы Своей Крепко Утвердиться Духом Его Во внутреннем Человеке Верою Вселиться Христу В сердца Ваших Чтобы Вы Укорененные И утвержденные В любви Могли Постигнуть Со всеми Святыми Что Широта И долгота И глубина И высота И Уразуметь Превосходящее Разумение Любовь Христову Дабы Вам Исполнится Всею Полнотою Божию А тому Кто Действующий В нас Силою Может Сделать Несравненно Больше Всего Чего Мы Просим И о чем Помышляем Тому Слава В Церкви Во Христе Иисусе Во все Роды От века До века Аминь Отец Наш Бог и Царь Коллеги Сердца Нашего Славены При Тобую И Христа Господа Спасителя Иисуса Избавителя Нашего Мы Приняли И сегодня Принимаем Вновь И вновь В сердце Своё Чтобы укорениться Глубоко Во внутреннем Человеке Отец Наш Бог и Царь Благосновенный Во веки Спасибо За все За благость Твою Благодарю Твою Благодарю Тебя За любовь Твою За Жертву Твою Ты Пролил Свою Кровь За нас Искупил Нас Искупил Меня Пролил Свою Кровь За меня Спасибо Господь За все Благодарю Тебя Милостивый Бог Наш Благодарю Тебя Благослови Народ Своим Миром Своим Шаломом Во имя Иисуса Христа Благослови Благослови Да благослови Тебя Господь И сохранит Тебя Да Пристрит на Тебя Господь Светлым Светлым Лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя Благослови И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Спасителя Господа И ни в ком другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом данного нам людям которому надлежало бы нам спастись Бог Авраама Исаака Якова Бог Патриархов и Пророков Отец Наш Сущий на небесах Святится Имя Твое Благослови Нарусу Миру Благослови Нас Сегодня Крепко утвердиться во внутреннем человеке Верою Да Вселенца Христов Сердца Наши Невременно Никак Постоянно В нашем сердце Но Сегодня Пусть Проникнет Во все Клеточки Нашего Мстерства Во все Уголки Нашей Души Нашего Сознания Нашего Подсознания Бог Всебогущий Мы Име Ум Христов И Сегодня Твой Ум Господь В Нас Твой Дух В Нас Твоя Вера В Нас Спасибо Тебе Господь За все Аминь Аминь Присядьте Пожалуйста Друзья Хочу Сказать То Что У нас Время Есть еще И Само Имя Господне Среди Размышлял Об этом Как раз Я Слушала Такие были Размышления Такие Ростные Были Само Имя Иисуса Да Оно Оригинально Иешуа Да Вот Мы Говорим Иешуа Хотя Это Сокращенно Сокращенно Так Она И Яхошуа И Йохова И Гова Шуа Это Спаситель Бог Господь Спаситель Или Господне Спасение Или Господь Спасатель Спасающий Шуа Это Шуа Да Как Насчет Спасения И Гол Там Буквально На выдохе Вы видите Это произносится На выдохе Это буквально Как дыхание То есть Это как Все дышащее Дохвалит Господа Там Произносится На выдохе И то и другое Выдыхая Ты славишь Господа Дышишь Оно Все Славит Господа По сути Даже Люди Не верующие Даже Совершенно Нерелигиозные Они сами Не понимают Они тоже Воздают Славу Богу Каждому Своему Дыханию Не хочешь Славить Богу Просто Не дыши Надолго Тебе хватит Ненадолго Все Дышащее Хвалит Господа Растители Мер Животные Все Славит Господа Но Нам Бог Дал Удивительную Способность Сотворенную По образу Соподобие Его Славит Бога Разумно Это Действительно Великая Честь Пред Богом Нам Людям Действительно Иметь Это Это Дар Его Великий Дар И пусть Господь Благословит Нас Люди Разумные Люди Верующие Люди Славящие Бога Пусть Господь Нас Всех Благословит И И Бога Вот Эта Аббревиатура Из Четырех Букв Можно Так Выразиться Да Йод Хей Вах Значит Оно Написали Такое Интересное Повторяющееся Как бы Да Ну Видели Все Написи Йод Хей Вах Хей Значит Вот Некоторые Произносы Как Яхве Тоже На Выдохе И Йохова Буквально Йохошуа Йохошуа Йохова Спаситель И Даже Там Ну У кого Что Тоже Каковбойская тематика Мне нравится Кантри Очень Там Во многих Штатах Когда Были Поселения Белых Поселенцев Байбл Белт Это знаменитый Байбл Белт И Южный полис Америки Значит И Именно Таким образом Двигались Переселенцы Там Где не двигались Кто-то Оставался Рождались Какие-то Городки Небольшие Поселения Кто-то Шел дальше И дальше Образовывал И рождался Байбл Белт Библейский пояс Почему он Библейский пояс На севере тоже Шло поселение Но там Чаще всего Не то чтобы Не верующие Но Не так Это было Ярко и религиозно Очень дело Как было на юге Люди шли с верой Но К сожалению Аборигены Именно Вот Собственно Индейцы Да Но На север Америки Им было мало Значительно меньше Чем центральные И южные Тем более Америки Но А во-вторых Они Друг друга убивали То есть Они совершенно Не славились Гостеперимством Как правило Вот А чаще всего Были очень жестокие Коварные Жестокие Ну С дикарями Дикарями Такими Вот Даже по отношению Друг к другу Значит Не говоря уже Про чужиков Вообще Вот Значит И хотя бы Бали раньше Конечно Разные были Имена Конечно Разные Народы И вот И белым Проседенцам Порой Приходилось Очень тяжело Значит И Выживать В этих Условиях Все время Нужно было Одной рукой Пахать Другой Револьвер Держать Наготовки Потому что В любой момент Могла быть Атака Нападение И любое поселение Оно строилось так Чтобы можно было Вести оборону Круговую Значит Защищаться Какое-то время Вот И значит Вот Такая была история Но Дикарей Их агрессия Не спасала Наоборот Люди больше Лучше вооруженные И Как правило Побеждали Их значит Но Но что интересно Вот эти поселенцы На юге Рождалось Ну Знаете Вот Клич Такой Их аааа Да Слышали Да Ну да Мало кто знает Это Провозглашалось Имя Яхова Вначале И индейцы Да очень сильно Боялись Когда Провозглашалось Именно Имя Яхова Они как-то Разумели Да Что значит Что Ну а Поселенцы Знали Да Что имя Яхова Да И там Даже Есть такое Интересное Имя Есть такое Место В Теннесси Возле Нешфилла Гора Она Так называется Сион Назвали ее Гора Сион Вот значит И потом Даже так интересно Переселенцы Которые были Когда-то Паломниками Там Значит В Старом Свете Были значит В Иерусалиме Сравнивали Да Похоже На вот То что мы Видели в Израиле В Иерусалиме А сейчас Когда сравнили Снимки Вот Уже даже Значит Самолетов Там С космоса Значит Снимали Эти снимки То сравнили И действительно Очень похоже Но я Не о том Не об истории Освоения Нового Света Хочу рассказать О том что Имя Господне Оно имеет Огромнейшую силу Иисус Знаете ли Вот кстати В американской культуре Насколько это Вошло В культуру Тогда Что до сих пор Хотя сейчас Очень много людей Отступило от Бога И уже не являются Христианами По сути Да Но По прежнему Если там Среднего Статистического Американца Напугать Его крик Будет Не просто Мама Или Отчет Или что-то еще Там Или что-то еще А вот именно Джизус Иисус То есть Как бы Это Ну это да Это больше Северяне А вообще Так Джизус Да Да На команду Алкоголик Проститутка Что еще Он Джизус То есть У них По сознанию Заложено Предками И Действительно Джизус Или же Его спаситель Бог спасающий Но Имя Господне Оно Самое интересное Вот это йот хей баф хей Оно собой Охватывает Сразу Все И прошлое И настоящее И будущее Получается Я тот кто я Был Да Я тот кто я Есть И я тот кто я Буду Какой я буду Получается Можно по разному Перевести Но Все имеет ввиду Что Он Будем так говорить Вне времени Находясь Во времени Он выше времени Но Он каким-то образом Приходит В это время И Он в этом времени Проявляет себя Свою милость Свою благость Каким-то удивительным образом Уму непостижимому Человечеству И Знаете Вот Ко мне тоже Караскифа заезжал Сейчас мы во Львове Уже Вместе с Сергеем Братом И Заезжал Ко мне Две камеры Привез Взял Поддом Мне капучино Себе Латте Взял Вот он Заходит В квартиру И я четко Понимаю Что вечно Сейчас Смотрит на нас Как-то Такое присутствие Бога Такое Вдруг Нахлынуло Так сильно Он всегда Присутствует Здесь В этом времени Всегда Но иногда Его присутствие Как-то Особенно Щекочет Нас Ощущается Как-то Особенно Открывается Особенно Как-то Переживается Нами Все это И это Великая Благость Бога Вот И Я думаю Что Для расы Напоминалка Такая Есть Определенная Такая Свыше Напоминание О том Что Мы находясь Во временном Измерении Не должны Забывать О высшем Измерении О том Которое Выше Намного И больше Я Тоже И Вам Расскажу Потому что Я Уже Братьям И сестрам Рассказывал Неоднократно Что Когда Подростком Я умирал Соприкоснулся С вечностью И вот Та реальность Которая Открылась Мне Тогда Она Была Более Реальна Чем Вот Эта Реальность Которая Сейчас Здесь То есть Смерть Это Ну да Именно Это Враг По сути Бог Не создавал Изначально Смерть Это Родилось После Грехопадения После Беды Этой Которая Прошла На земле После Отпадения Это Как продукт Именно Отпадения Нашего Бога Знаете Дьявол Имел Законное Право Тогда Запустить Механизм Уничтожения Нашего И это Конечно Печально Хотя Наши Препращу Адам Ева Прожили Почти Тысячу Лет Но Все Они Умерли Потом Все Меньше И меньше 120 Лет Написано В Библии До сих Пор В Израиле А Нет Надо Включить Они Так По Не Работ Уже Пробовал Уже Писать Час О Вот так Да Нема Месяц Слушайте Пусть Бог Благословит Нас Тоже Молитесь Тоже Буду молиться Чтобы Нам Какое-то Помещение Вот Здесь Это Хорошо Но Я не знаю Как там Будет Дальше Ремонт Короче Нужно Поставить Пред Богом Как-то Вопрос Тоже Лебро Уже Назрело Думаю Да Назрело И Тепло И Даже Не в тепле Дело В кабинете Хорошо Конечно Директор Дай Бог Здоровья Значит Но Надо Что-то Своё И Чтобы Даже Оформить Как-то Подобавшим Как-то Образом Знаете Конечно Я понимаю Что Бог Он Не требует Служения Человеческих Как бы И Он Везде И Там И Сам Вот Но Чтобы Действительно Было Это Место Время Молитвы Вашей Своем Помещении Слава Богу Поэтому Буду Молиться Об этом И Присоединяйся К Молитвам Хорошо Существующий Как существующий То есть Тоже Надо Практиковать Я учусь Тоже В этот Месяц Я учился Тоже Таким Вещам Вот Понимаете Что бы Несуществующих Существующих Уметь Называть И Вовремя Называть Сразу Все Я Это Знаю И Это Провозглашаю Я Это Говорю Я Верю И Принимаю Принимаю Уже Сейчас Принимаю Аминь Вот И Это Очень Как бы Наука Интересно Но В этом Какое-то Блаженство Есть На самом Деле Ведь Иисус Говорит Что Блажен Не Видевшие Но Уверовшие То есть Когда Мы Это Практикуем Это Не Для Того Чтобы Над Нами Издевалась Вечность А Нас Учит Чему-то Какому-то Блаженству Мы Вкушаем Какое-то Блаженство На Этой Земле Еще Слава Богу Блаженство Вечное Какое-то Болезние В нем И Он Говорит Я Здоров Ранами Иисуса Христа Я Исцелен 2000 лет Назад Вдруг Происходит Такое Интересное Действие Вот То Что 2000 лет Было Совершено Сейчас Оно Активизируется Знаете Это Интересно Как будто Ты Скачал Программу Она Донос Есть Но Скачал Себе Но Если Ты Не Зарестрируешь Не Активизируешь Она Так и может На твоем Компьютере Быть Но Она Ничего Не Даст Абсолютно Антивирус Скачал Но Не Запустил Просто Файл Один И Все Есть Вот Я понимаю Что Уверовать Это Одно Но Нужно Это Активизировать А Этот Код Он В Библии Есть Слове Божьем Я Это Рассуждаю Так Да Скажи Мы созданы по образу и подобию Божему И у нас есть Боже творческое начало И вот как Бог создал Все было в сердце Бога И сказал Бог и случилось Он сказал и случилось И вот можно сказать Мы маленькие боги Вот это созидание То что мы можем созидать У нас есть Вот это Божественное И через это мы говорим И оно случается Кажем И оно случается Так что Слава Богу И И И Я Одну секунду Я просто хотів За Вадим Иванович Можна помолиться За тебе Можна помолиться Ну что я хочу помолиться За твоё сциление Можна Ну слава Богу Галюху я И я позвонил Все за тебе Чтобы Братисестры Ви поддержали меня В этой молитве Молиться так Как за своего брата Как батька Как за Помните За Боже Ти Мы верим своему Слову Да Ти сказал В своем Слове Что Хворец Чихто Нехай Презве Презвитерів Церкви И Вони Помазать Помазать Йлеем И Молитва Рах Божий Володимир Йлеем Радости На сциление Души и Тила В имя Отца И Сина И Святого Духа Аминь Аллилуйя Аллилуйя У меня Немає Віри На сциление У меня есть У нас У нас У нас Боже Ти сказал Твоему Слову И Ви Верим Твоему Слову Что Возложите руки на хворих И они станут здоровыми И Я просто Возлагаю Руки на брата И Я приказую Боже Ти уже все Я приказую Боже Пошла вон З нього Во имя Иисуса Христа Я Боже Я связываю тебе Во имя Иисуса Христа Своей Духа Святого Божого Обрубую те связи Какие идут до Духи нечистые Какие Отакуют Владимира Я скажу Дух нечистый Дух рака пошел Вон с нього Во имя Иисуса Христа Я Господь Проглял в смоконнице И вонас засохну Я проклинаю людей Дух рака Аминь Во имя Иисуса Христа Эти клетины Клетины Ракови Ракови Аминь Пошел Бог Аминь 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 Дух рака Прямо сейчас вышел Вышел Лучше Вон Вошел Вон В miner В раны В Mandmy Аминь 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 Ранови Иисуса Христа Иисус выросли Сосось Сосось Ракови Д teve Аминь Алминь �